Следственный комитет начал проверку видео скандально известного блогера Михаила Литвина. В одном из своих роликов он показал, как мужчину скотчем прикрепили к фюзеляжу вертолета, после чего машина поднялась в воздух. Сам блогер был на борту. Погоня за лайками и просмотрами стирает грани разумного. Давай, братик. А-а-а, живем один раз, надо его запомнить. Такое не забывается. Мужчина скотчем привязан к днищу вертолета. Внизу проносится земля. В кабине, скандально известный блогер. Номинант на премию Дарвина, не иначе. Известно, что Михаил Литвин, чтобы провернуть такой трюк, заплатил героям сюжета. На фото, летчик Александр Назарчик. Именно он был за штурвалом. Теперь ему может грозить дисквалификация по решению комиссии Росавиации. На год, а может и больше, он лишится лицензии на полеты. Говорить о произошедшем пилот не захотел. Не могу ничего сказать, у меня из-за этого проблемы, минус отвечает по телефону на все вопросы пилот Александр Назарчук. Вертолет, на котором блогер поднялся в небо, числится на аэродроме в Нижнем Мечково, это в 40 километрах от Москвы. База специализируется на любительских полетах. И само воздушное судно, вероятнее всего, находится на территории. Внутрь, понятное дело, журналистов не пускают. Руководство комментариев не дает. Эксперты говорят, это нарушение всех мыслимых и немыслимых правил безопасности и регламентов. В принципе недопустимо выполнять полеты с такими грубыми нарушениями. Подобное неестественно для настоящего пилота. Летчик пошел на поводу у этого блогера, как я думаю, либо за очень большие деньги, которые ему заплатили, либо не от большого ума. А, скорее всего, и от того, и от другого, минус отмечает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Такой полет, удовольствия не дешевы. Час, в среднем, около 10 тысяч рублей. На взлетно-посадочной полосе и стоянках аэродрома в Мячкове, легкомоторные самолеты и даже видавшие виды Ан-30. Вертолет, который блогер арендовал на целую неделю, находится в ангаре. За полет, не отвечающий требованиям безопасности, пилота отстранили от работы. Следствие проводит проверку. Воздушное хулиганство и пренебрежение летными нормами в творчестве блогера Литвина что-то новое. До этого он на спорткаре стоимостью 14 миллионов рублей впечатывался в витрину автосалона, разбивал машину таксисту. И вот я машу, и ребята понимают, что надо газовать. А еще же говновый мерчадесы жарил на этом огне сосиски. Все это, чтобы снять реакцию водителя такси, сотрудников автосалона и экипажа ДПС. Миллионные просмотры в интернете провоцируют на дальнейшие подвиги. На сообщение о следственной проверке пранкер отреагировал нецензурной бранью в соцсетях, которую, впрочем, тут же удалил.